Добрый день, уважаемые участники сегодняшнего мероприятия, гости, инвесторы, предприниматели. Я рад вас приветствовать на четвертом нашем собрании битвы проектов. Она у нас поделена на две части. Сначала у нас для предпринимателей идет разговор с профессионалами роботов. Сначала я немножко расскажу о подкровении скандалов и прощении. А потом наши партнеры, организаторы инвестиционных, активационных и других программ, расскажите немножко о себе. Потом, как они могут быть вам полезны. Вот и что вы можете сделать, используя ресурсы партнеров, вместо партнеров. Сейчас у нас сидит два уважаемых наших партнеров, да, представителей инвестиционных инвестиционных. Вот и первый день день. Вот, по чуть-чуть подтянутся остальные. Вот, а к пяти часам уже там у нас полное собрание, когда все остальные соберутся, в том числе инвесторы. И у нас начинается пичингинг, вот, которая там, ну, вы знаете, там, она, наверное, уже там, 3 минуты выступления, 3 минуты вопроса жюри. Ну, вот, и после окончания у нас будут уже такие садуарные беседы, когда можно будет побеседовать с каким-то спикером или с проектом, который заинтересовался. Значит, зачем существует вообще стартап-нетворк? Что это такое? Стартап-нетворк – это инвестиционная платформа, которая помогает предпринимателям превращать их идеи в бизнес. Инвесторам эффективно инвестировать деньги, а профессионалам рынка зарабатывать на этом процессе. Значит, на сегодняшний день стартап-нетворк на сайте зарегистрировано более 6 тысяч инвестиционных проектов. Мы существуем уже более 5 лет. Раньше под брендом стартап-нетворк, и в этом году мы сменили бренд, потому что начали открываться в других странах. У нас в базе более 2 тысяч частных инвесторов, которые с разной степени активности инвестируют в стартапы. Кто-то чаще, кто-то реже. Это сильно перебирает, кто-то не очень. Мы по-разному себя ведут, но об этом чуть позже поговорим. Значит, мы открылись в этом году дополнительно еще в 5 странах. Уже США, Польша, Белоруссия, Казахстан, Россия. И потихоньку начнем мы фармировать это международное сообщество. Инвесторы и предприниматели, каким образом? Может быть, в тех странах, где больше денег инвесторы смогут инвестировать в страны, где ситуация на сегодняшний день обратная. Например, как в Украине, где стартапов больше, чем денег. Но по объективным причинам в стране будет война сегодня. Инвесторы немножко так, скажем, перепуганы инвестируют в локальные продукты. Но, тем не менее, это движение мы уже начали. И надеемся, что в будущем мы будем все больше и больше стран открывать. Вот, соответственно, интернационализируя весь этот процесс. Значит, у нас уже на платформе запущено 15 инкубационных, акселерационных и других программ. На них тоже немножко позже остановимся. Ну, и ежедневно к нам приходят десятки новых заявок от предпринимателей, которые ищут инвестиции от инвесторов, которые хотят куда-то инвестировать. Значит, немножко о том, вот как же все-таки мы помогаем предпринимателям, превращать идеи в бизнес. Ну, наверное, мы делаем три основные вещи. Это помогаем сформировать команду, помогаем создать работающую бизнес-модель и, конечно же, найти инвестиции. Из этого никак. Значит, что нужно предпринимателю, чтобы как можно быстрее найти инвестиции? Первое. На сайте заполнить заявочку на поиск инвестиций, но большинство из вас это уже сделали. Второй шаг – выбрать себе профессионального консультанта или там вступить в какую-нибудь инкубационную, акселерационную программу. Мы это очень рекомендуем делать, потому что присутствие такого профессионала в проекте значительно увеличивает шансы найти инвестиции и вообще на то, чтобы проект, стартап выжил. Значит, после чего обычно, вот когда профессионал работает с проектом, в процессе появляется работающий бизнес-модель, тизер в нужном виде, там какие-то финансовые модели уже могут появиться, так, чтобы быть готовым работать с инвестором. И уже тогда мы выходим на платформу с хорошо подготовленным проектом, с видеопрезентациями, с презентациями, с тизерами. И начинаем активно продавать этот проект инвесторам. То есть мы делаем специальные рассылки. Эти проекты, мы с ними работаем особо, которые вступают в инкубационную, акселерационную программу, потому что это подготовленный проект, нам нравится с ними работать. И, собственно говоря, после чего там идет процесс, ну не всегда, конечно, но закрытие сделки, которые надо структурировать, мы это тоже помогаем сделать, как правильно сформировать отношения с инвестором. Не все стартапы, не все проекты получают инвестиции по объективным причинам. Ну, наверное, потому что там искать деньги делами хитрые, это гораздо более хитрое дело, строить бизнес. Ну и в общем-то вот на этом, наверное, многие спотыкаются, и там, понятно, что инвесторам не могут нравиться все проекты, это тоже объективно. Как мы работаем, как мы вообще помогаем инвесторам, что мы будем делать? Инвесторам мы помогаем разбогатеть, или, по крайней мере, приумножить их капитал, путем поиска перспективных стартапов и второй важный момент – снижение рисков в процессе инвестирования за счет экспертизы. Ну, с точки зрения, вот, поиска проектов понятно, почему мы интересны, у нас самая большая база стартапов, самая большая база инвест-проектов в Украине, с точки зрения экспертизы, как это происходит. Мы, инвесторам, тоже рекомендуем обращаться к профессионалам на товарниках. Вот это могут быть или отдельные инвестиционные консультанты, или руководители, снова же, инкубаторов, акселераторов, или венчурных фондов. И инвестор может инвестировать, как напрямую, в целом в проект, просто сказать, вот, я сам эксперт, я могу зайти, инвестировать, прямо в проект, ему обычно не нужны консультанты. Так и воспользоваться, там, советом экспертам, вот, и, опять же, рынок сложный, рынок очень рисковый. Эксперты могут идти риски снизить. Значит, по поводу профессионалов. Кто это такие, как они участвуют в работе платформы, зачем они нужны? Ну, обычно проекты для того, чтобы, ну, инвест-проекты, или страта куда успешно превратиться в бизнес, кроме идеи, команды и многих базовых вещей, еще нужны опыт, знания, связи, вот. И вот это то, что могут дать наши партнеры, профессионалы. Вопрос в том, что на этом этапе стартап обычно не в состоянии платить деньгами. Поэтому вот партнеры берут в обмен, ну, то есть фактически стартап расплачивается какой-то небольшим кусочек своей доли. Вот, и партнер, получается, становится, ну, партнером, да, или получает долю в этом стартапе, и он заинтересован в том, чтобы он нашел деньги, вырос, превратился в бизнес, и дальше там получает дивиденды или продать эту частичку этих долгих проектов. Таким образом зарабатывают профессионалы в этом рынке на нашей платформе. Это могут быть как индивидуальные лица, так и организации, которые представляют вот у нас инкубационные, акселерационные, ментовские, советнические, совершенно музычные программы. Делает, конечно, добровольное, каждый может там выбрать себе того консультанта, который ему наиболее интересен и соответствует его фазе и стадии. Они есть как образовые, ну, например, кто-то там хорошо разбирается в органическом сельском хозяйстве. Понятно, что тот, кто запускает новый проект там в этой отрасли, да, то ему должен быть интересен. Есть универсальные, да, которые там помогают, например, или на первом проекте, или на втором раунде, или с выходом, или они будут там на кикстартер, например. Вот это касательно профессионалов. Теперь немножко там вопросов, которые часто задаются, как выбирает инвестор проект. Куда они инвестируют, куда нет. Вы знаете, вопрос очень непростой, потому что все они выбирают по-разному. У каждого есть какой-то свой набор критерий. Это, с одной стороны, плохо, а с другой стороны, хорошо. Плохо то, что нельзя вот однозначно подстроиться под эти критерии, потому что это частный инвестор, мы работаем в основном частными инвесторами. Хорошо то, что в целом, гипотетически, можно найти инвестиции для любого инвестиционного проекта, даже если он не сильно форматный. Но вот если говорить языком, наверное, там, совсем больших профессионалов этого рынка, там, Питера Тиля, там, Урана Барита, Матлюра, да, там, который работает венчур, но они только венчурные рынки, то инвесторы ищут, наверное, три такие основные базовые вещи. Первое. Это проекты, которые могут стать монополистами в своей какой-то небольшой выбранной области, они очень интересуются всех трех перечисленных инвесторов, как я понимаю. Второе. Это талантливую команду, под которой подразумеваются умные, энергичные и честные. Да, там, причем, как Ридоран Баффет, быстрее того качества, первые два не имеют никакого смысла для инвесторов. Вот, есть там, предприниматель может быть очень умный, очень энергичный, но если он не готов там делиться, с инвесторами не собирается вломанывать, то инвестору, когда от этого, в общем-то, там ничего не заходит. Вот. Ну, и третий вопрос. Это привлекательная цена. Не хочу выражаться словами Маклюра, который сказал там ругательные слова, но садились они, потому что мы можем этим заработать, конечно, не так, да. То есть мы пришли на этот рынок для того, чтобы заработать. Поэтому, конечно же, инвестор хочет найти привлекательную цену для того, чтобы войти и потом, выйти, или там, чтобы, там, дивиденды выплачиваемые по его доле были выше, чем, там, среднерыночные, там, по банковской системе, может, даже не по банковской, да, там, по другим сегментам, потому что, там, по другим сегментам, потому что, сегментами, рынок очень высоко рискован. Это вот, наверное, три такие вещи, на которые место, там, обращают особо. Теперь по поводу того, сколько денег можно искать. Ответ приблизительно уничтожен. Если у вас есть только идея, то обычно вам в Украине не дадут больше, чем десятков тысяч долларов. То есть, вот, если только идея, десятки тысяч долларов реально не идти. Это не относится к реальному сектору, когда, там, надо построить фабрику или аркетную решение, что не будет такое, да, сразу требуется. Если у вас есть уже, там, продукт, или начались продажи, можно искать уже сотни. И, если у вас уже есть растущий бизнес, можно говорить о миллионах. Конечно, есть исключения. Вот, они всегда случаются, сделки это случаются, но исключения, они, понятно, очень многочисленные. К примеру, сейчас идут вот разговоры по одному проекту, когда инвесторы хотят инвестировать, там, сто миллионов гривен, но при этом это стартап, практически на стадии идей. Вот, и, как по мне, скорее всего, эти переговоры не закончатся успешно. Почему? Потому что инвестор, ну, размер инвестиций не соответствует стадии проекта. Вот, то есть, инвестор, понятно, не может оценить пока что стартапы в это время какую-то значительную сумму. Вот, и, конечно, в такой ситуации, вместо того, мне, там, давать 90%. Так этого и избежать. Избежать – это лучше всего, атактапность, это увеличение инвестиций. То есть, есть идея, отдали какой-то пакет от других инвестиций раз, сделали продукт, стоимость компании выросла. Опять разместили небольшой пакет, ну, уже за большие деньги, гораздо, да, стоимость компании еще выросла. Вот, и таким образом, вот, есть так называемое, там, присид финансирование, сид финансирование, раунд A, ну, и раунд B, C, и дальше, да, там, присид – это вот то, что мы говорим, 50 миллионов долларов чаще всего, когда продажа в Украине. Там, СИП – это, там, сотни. Раунд A начинается от миллиона, это уже когда начинают финансировать венчурные фонды. На более ранних стадиях венчурным фондом вы обычно неинтересны, ну, тех, кто раньше находится, у кого нет, там, какого-то, или значительного трекшена, или каких-то уже продаж, да, там есть такое правило, не классные миллионы, хотите, как бы, венчурные инвестиции, у вас должно быть или миллион клиентов, или миллион долларов, а до новых продаж. Снова же есть исключение, но это, вот, в целом, не общем. Значит, СИП-финансирование. Есть, так называемые СИП-фонды, которые инвестируют эти стадии, но их и у нас немного, и в мире не очень много. При СИП обычно закрывают ангелы, они же, там, чаще всего и СИП-финансирование закрывают. В общем, наверное, это то, что я хотел сказать. Вот, я сейчас передам слово руководителям программ инфекционных, инфекционных, для того, чтобы они немножко рассказали о себе и о своем программе. А после чего у нас будет все и все вопросы в ответах, можно будет потом немножко, там, подробнее поговорить. Может, кто-то что-то хочет еще задать. Какие-то вопросы. Хорошо, я тогда хотел бы дать слово Олегу Горяченко, руководителю игровой инфекционной программы. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!